Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить еще один рецепт картошки в духовке. Для этого нам понадобится 13 средних картофелин, 50 грамм оливкового масла или подсолнечного, 1 чайная ложка красного сладкого перца или же можно проще сказать паприка, 3 столовые ложки панировочных сухарей, щепотка черного перца, 1 чайная ложка тимьяна или другой приправы, которая вам нравится, пол столовой ложки соли и немного укропа для того, чтобы потом посыпать уже готовую картошку. Итак, приступаем. Итак, мы налили половину кастрюли воды, в нее мы добавили чуть меньше пол столовой ложки соли. И теперь зажигаем огонь. Также мы еще поставим на газ чайник, чтобы потом, если вся картошка, если вода не покроет всю картошку, мы дольем туда воды из чайника. А пока вода закипает, мы приступаем к нарезке картофеля. И таким образом мы перерезаем весь картофель. Итак, водичка у нас закипела, и мы туда сейчас засыпаем наш нарезанный картофель. Вариться он там будет в кипящей воде около 3 минут. Варим мы его для того, чтобы из него вышел крахмал. Потом, из-за того, что там нет крахмала, у картошки будет приятная красивая корочка. Картофель варится в кастрюле от 3 до 5 минут, в зависимости от сорта картофеля. И так, 3 минуты прошло, и мы выключаем газ. Картошка была в кипящей воде около 3 минут, и теперь мы сливаем из кастрюли всю воду. Мы слили тщательно воду из кастрюли, и теперь оставляем картошку с открытой корышкой примерно на 5 минут, чтобы она остыла и вышла излишняя влага. А пока картофель остывает, мы ставим в духовку на 180 градусов. По истечению 5 минут мы начинаем добавление ингредиентов в кастрюлю. Начнем с оливкового масла. После того, как мы добавили в кастрюлю оливковое масло, мы приступаем к приправам и специи. Начнем с паприки. Добавили ложку с горкой. Теперь у нас идет тимьян. В кипящую воду мы добавляли неполную половину столовой ложки соли. И теперь мы добавляем одну чайную ложечку как раз в кастрюлю с картошкой. Добавляем перец по вкусу. И добавляем панировочные сухари. Как и было сказано, цепь и столовые ложки. Теперь накрываем это все дело корышкой и перетряхиваем, чтобы оно все там смешалось. Перемешав картофель, получился вот такой результат. Теперь мы вываливаем все это дело на противень и распределяем все слоем по поверхности. Распределив по поверхности противень картошку, мы убираем ее в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Осталось около минуты до того, как пройдет положенное время для нашей картошки в духовке. А пока мы немножко заблаговременно нарежем укроп. Для тех, кто будет есть картошку без... Для тех, кто будет есть картошку с соусом, можно укроп и не нарезать. Но мы будем есть картошку без соуса, поэтому добавим в нее укроп. Итак, время прошло. Выключаем духовку и достаем оттуда картошку. Вот такую шикарную красоту мы вытащили из духовки. Даже можно услышать, что у нее есть хорошая корочка по стопу пьет в корочку. В качестве добавки к этому блюду каждый человек пользуется разным, но мы предпочитаем есть красный болгарский перец и зеленый турецкий перец. Они отлично сочетаются и добавляют к картошке свой отличный вкус. Итак, вот такая хрустящая с очень аппетитной корочкой картошка у нас вышла. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!